Девушки отдыхают Они сказали мне о церкви, о богах и их любви, однако любят ли боги свои творения? Я кукла, созданная вами, людьми. Мог бы ты полюбить меня? Конечно. Я действительно люблю тебя. Разве ты не создал меня такой? Нифига. Что-то новенькое сказала, да еще и в любви мне призналась. Офигеть, как-то пережить дальше. Значит, меня любит кукла. Так, ладно, что качаем? Давайте думать. Я думаю, что, наверное, либо силу, либо стойкость. Жизни пока, в принципе, нормальное количество. В любом случае, против боссов бесполезно, сколько у тебя жизни бы не было. Давайте силу качнем. Ловкость, может быть, тоже стоит прокачать немножко. Хрен его знает. Или стойкость. Давайте стойкость качнем. Носливость будет чуть побольше. Ну-ка, а ловкость, сколько дает в носливости? А, ловкость вообще не дает в носливость. Ну, пусть будет стойкость, хорошо. Подтвердить. Спасибо большое. Да-да, и тебе доброго дня, там, прощай, и до скорых встреч, и так далее. Так. Теперь здесь, в общем-то, давайте поглядим, что мы тут имеем. Тут нихрена интересного не имеем. А здесь надо починить все. Усовершенственная кровавая вот смотрит. Ну, посмотрим. Может быть, что-то, конечно, лучшее стоит, но я думаю, что вряд ли. Нет, тут нифига. Ай, подожди. Тут, в общем-то, тоже получается нифига интересного. И здесь тоже нифига. Ладно, проверить в любом случае стоило. Ну, смотрите, за лени, Дарья, за убийство этой твари три целых, получается, да? Так. Ну, в общем-то, здорово. Что теперь? Я думаю, что отправляемся, наверное, дальше. Снова в соборный округ. Как-то не странно. Главный собор еще подождет своего часа. Попробуем все-таки мы найти потайную локацию. Которая находится в часовне еду, ну, там вот наверху, получается, да? Сейчас, собственно, посмотрим. Сможем туда-то прыгать в первый раз, или нам придется несколько раз подохнуть. Прежде чем я пойму, как это делать. Я посмотрел, честно говоря, на видео, да, откуда прыгать. Ну, чтобы просто не заморачиваться, не париться. То есть, я не считаю, что такой большой, прям, спойлер, да? Посмотреть, с какого места прыгать лучше. Вот. И, в общем-то, блин, ну, вроде как на видео все просто, но это на видео. Там чувак наверняка это делал уже сотни раз. А мы с вами сейчас это сделаем впервые. Поэтому поглядим, что это выйдет. Так, здрасте, здрасте. Вызываем лифт. Да давай ты уже, дергай. Был бы на рычаг. Прикольная одежда, мне нравится. Выглядит очень стильно. Так, ну что, пробегаем? Или этого давайте замочим? В принципе, пули дают неплохо так. По четыре штуки, поэтому почему бы не взять с него четыре пульки? Здесь просто проходим мимо. Не заморачиваюсь особо ни с кем. Блин, у меня же есть половина тысяч колосков. Если я сейчас подохну, то потом придется по-новой их каким-то образом фармить или находить. Я не знаю, это будет непросто. В общем, ладно, фиг с ним. Так, получается, мы проходим вот сюда, встаем вот туда и прыгать нам нужно куда-то в ту сторону. Ну вот. Отлично. Так, сразу же хилимся, потому что мы тут просто без шансов. Искренняя благодарность, поэтому искренняя благодарность. Что, простите? Ладно, неважно. Вы сами вот кто ответит за это. Вот она, та самая дверь. Получилась в первого раза. И здесь нас, дамы и господа, ожидает скрытая локация, которая не обязательно является в игре, да? Но, тем не менее, старая заброшенная мастерская. Источник сна. Вы получили приз. И посмотрите, где мы оказались. Мы оказались в том самом месте, которое нам снится. Просто потрясающе, по-моему. Давайте пошаримся, посмотрим, что здесь наяву есть интересного. Куклы, естественно, мы здесь не видим. Здесь у нас тоже место того, что там было. Просто какой-то сундук. Кукольная шляпка, кукольная одежда, кукольные перчатки, кукольная юбочка. Класс. Ну, естественно, все это хуже, чем... ...чем моя броня. Но зато веселее, вы только посмотрите на этого придурка. Забавно. Закосим под куклу. Какое-то время, по крайней мере, почему бы и нет. Красота. Так, здесь, естественно, уже никакого склада нет. Маленькое украшение для волос. Зачем оно нужно, интересно. Маленькое украшение для волос. Давайте поищем, где оно. Вот оно. Простое маленькое украшение для волос. Очень простое, хотя оно было давно утеряно. На этом изящном украшении все еще можно взглядеть признаки заботливого обращения. Его цвет будет особенно хорошо выделяться на фоне сидящих волос. Так, ладно, давайте лампу активируем, а то мало ли еще. А вон, кстати, кукла сидит. Интересно. Одна треть пуповины. What the fuck вообще? Одна треть пуповины. Великая реликвия, называемая иногда нервом ока. Каждый новорожденный великий обладает этим предтечей пуповиной. Каждый великий теряет свое дитя, а затем стремится найти его замену. Третья пуповина ускоряет встречу с бледной луной, что приманивало охотников и питало их мечты. Используясь ее, чтобы получить озарение и, как говорится, вырастить глаза внутри. Хотя никто уже не помнит, что это значит. Интересно. Тут что-то столько призриков, столько людей подохло. Брошенная кукла. Ну, проверить стоило, мало ли еще. Так, хорошо. Неплохо. Много чего интересного здесь могли найти. Кость старого охотника. Мать-божья. Честь столько нету, короче. С такого всякого хлама уже подняли. Просто немеряно. Кость старого охотника. Где она? Вряд ли это броня. Не понял. И где она? А, вот. Ускоряет перекатый и шаг. Прикольно. Ну, что-то не знаю я, как она действует. Может, она уже сразу работает. Может быть, нет. Здесь проход закрыт, получается, да? Да, интересная локация. Реально интересно. Очень похоже на сон. Но, видите, немножко все-таки отличается. Как-то более мрачновато. Здесь мангилы раньше стояли. Тут мангилы. Теперь тут, получается, нету у нас. Что там? Посмотрим записи. О, луна. Где луна? Что-то меня обманываешь. Нет никакой луны. Какой-то гендальф бежит призрачный. Так, ладно. Туда мы еще сходим, успеем. Давайте посмотрим, что у нас тут осталось. Что сзади. Подожди, мне показалось. Да, показалось, что там можно что-то взять, но нет. Фиг там плавал. О, женщина. Это кара любознательности. Хрен его знает, что он не имеет в виду. Ладно, в общем, тут вроде как больше пока ничего интересного я не вижу. Но все же давайте не будем торопиться сюда уходить. Осмотрим, осмотрим все локации. Все пути, все повороты. Но, по ходу дела, все, да. Больше тут нифига интересного. Так, ладно, хорошо. Давай сюда вернемся в сон охотника, попробуем к кукле подойти и подарить ей заколку, быть может, или даже одежду, я не знаю, что она захочет взять. Вернуться в сон охотника, да. Ну, в общем, локация прикольная. Источник сна, ночевочку даже дали за нее. Это реально интересно, в принципе, того стоило. Мы не особо много времени потеряли на этом, но при этом, блин, реально... Валю в новом для нас месте интересом. Здорово, пожалуй, домой, добрый охотник. Что ты желаешь? Передать маленькую заколку. Что? Что это? Я... Я не могу вспомнить ничего. Лишь... Я чувствую... Тоску. Я никогда раньше не чувствовала такого. Что со мной? Скажи, охотник. Это радость? Слезный камень. Взамен она дала. Охотники рассказывают мне о церкви, о богах их любви, о кукле. Они могут меня полюбить, я тебя люблю, конечно, бла-бла-бла. Хорошо. Что она мне дала? Слезный камень. Интересно, давайте посмотрим. Так. Слезный камень. Используюсь, чтобы получить каплевидный самоцвет. На, кстати, у нас же самоцветов парочку можно получить же еще. В общем-то, почему бы и нет? Давайте-то получим. Бум. Золотой кровавый самоцвет. Есть такое дело. Так. И теперь вот этот слезный камень получается. Использовать. Слезный кровавый самоцвет. Теперь пойдем оружие улучшать. Посмотрим, куда эти самоцветы можно вставить. И лучше ли они, чем мои, или нет. Так. Усовершенствование кровавого самоцвета получается. Правильно? Пилотопор. Давайте смотреть. Вот он слезный. Вот он кровавый. О него похуже. Да. Сюда они явно уже не поедут, получается. Да, в общем-то, и сюда тоже. Атака на чудовищ. Здесь очки протвост. Вот. Чтобы это, мать его, не значило. Угу. Ну, здесь, блин, плюс 14. Офигеть. Поэтому как-то не очень хочется. Да. В общем-то, получается, что ничего мы тут не можем сделать. К сожалению. С этими самоцветами они, конечно, крутые, но... Не настолько, блин. Где вот искать? Оставить мастерскую, интересно. Чтобы выбраться из ужасного космора охотника, перекройте по стране чудовища. Ночь и ночь будет длиться вечно. Хорошо. Спасибо большое. Так, ладненько-то. Давайте пойдем. Переходи, жду сменим, наверное, все-таки. Прикольно, в общем, бегать в такой, да? Но... Все же поставим... Гаской на пока одежду. Так. Ну, теперь посмотрим, что там еще. Осталось я там в главном соборе. Интересного. Были там какие-то двери, быть может, или что-то еще такого плана. Хотя, по-моему, там тупиковое место. Просто, в общем-то, босс. Получается, даже был, по сути, необязательный. То есть, в принципе, так ни о чем. Прийти, замочить его и все. Ну, получилось. Снял, правда, там самоцвет, получается. Да-да. Ко-сценку посмотрели мы. Продохли каких-то мужиков. Ну, было интересно. И было довольно трудно. Так. В общем-то, тут больше никуда не пройти. Или никаких дверей здесь нету. Понятно. Локация реально оказалась тупиковой. Ну, да и ладно, хрен с ним. Пойдем теперь сходим, например, направо отсюда, да, получается. Или налево. Повем, направо. Так, родной. Отъехал. Хорошо. Держи. Держи еще. И последний разок. Вот так, умничка. Даже бы ни сволочи ничего не дали. Взамен. Ладно, хрен с ним. Но перед нас куча локаций, где мы еще не были. Поэтому, собственно, можно исследовать, исследовать, и еще раз исследовать. По-прежнему помню, что еще нас в подземелье зайти к трем чувакам. Но пока что-то как-то к ним не особо тянет. Но потом обязательно сходим. Как-нибудь по поезде. А, тут мы пойдем просто в новую локацию. Это раз мысл не дойти, потому что мы можем туда переместиться. Там мы нашли уже этот самый... фонарь, да? Или как он там называется. Так что давайте расходим напротив. В ту сторону. Ну, а все-таки с него что-то выпало даже. Позор пузырьков крови, например. Это всегда не лишнее. Явно. Ну-ка, что здесь такая-то дверь интересная? Ну, она заперта. Ох, призраков разбегалось. Напомню, что эти призраки, это не просто как бы, да, какая-то такая фишка игры. А это именно слепки с настоящих игроков. То есть настоящие игроки здесь пробегали, да, в своих прохождениях. И, собственно, нам это показывают, получается, в данный момент. Так, тут что-то, я помню, недоброе у нас было. Там внизу, по-моему, два пацана было лютых, я их замочил уже, получается. Одно, как раз я с него поимел молниевую бумагу, если я не ошибаюсь. Кстати, на крыше можно пройти? Можно. Здесь даже птички есть. Так, спокойно. Ну, как попасть на ту крышу, интересно. Как-то туда сверху получается прыгать. Да, и там что-то лежит, явно. Явно что-то интересное и хорошее. Давайте сходим туда, посмотрим. Это явно нам не помешает бы, если мы это возьмем. Главное, тут не убиться сейчас. Ну, вроде не должен. Вроде норм. Бешеная холодная кровь. Семь. Седьмого уровня, наверное, да, потому что написано одна штука. Ладно. Прыгаем дальше. Да, здесь были пацаны, помню, помню их. Пацаны мертвы. Тут люди требуют крови, мне больше ничего, по-моему, особого не говорят. Ну, понятно, все с тобой. Класс. А вот там, по-моему, был парень с мешком. Если я правильно запомнил. Да, я правильно запомнил. Ай-яй-яй-яй-яй. Пошел нафиг. Видели, уже мешком с ним замахивался на меня. нахренеть конечно атаки у тебя старина лютые убил вот факера ладно осколки мы тут после поднимем договозки крови в принципе не беда но блин какие то они лютые реально блин пару ударов все это труп надо было хилиться чё я ждал почему не похилился идиот просто идиот так а мы сейчас где появимся вообще по идее а ну в этом самом да получается около босса да правильно ладно отсюда бирать как раз не очень далеко в принципе выходишь и налево мимо пацанов мимо одного мимо второго можно было конечно пацанов помочить еще разочек с них принципе некий фарм идет все равно любом случае правильно твою мать буду но в то же время не какие-то жесткие поэтому пошли не нахрен не хочу на них здоровье тратить свое еще до одного убили получили 700 с него отголосков и будет и хватит давайте спускаться осторожно не тратя жизни теперь нам никакого смысла прыгать по крышам нету то что я хотел я поднял и пошли что-то звуки не хорошие не жарят этих посланников которые записки оставляют такие звуки исходят вполне вероятно лови родной сдохни боже ж ты мой лютые реально лютые противники но с них и падает по 1300 душ надо думать шагни вперед шагнул их вижу спасибо за подсказку сейчас сначала только осмотрюсь ну да вроде все больше тут ничего интересного нету два одинаковых сколько кровавика здорово это на прокачку оружие собираем это нам все пригодится в хозяйстве время для атаки тупым оружием а пацаны стоят стрелки чертовы как минимум двое ай второго второго хорошо второго забрали с собой а вот там вот по ручку больших ходит неприятных монстров беги ну в принципе да это идея просто мимо них побежать и не париться нафиг они нужны да по сути если меня впалит да у меня впалит ни хрена здрасте куда я пришел к еще одному боссу не вы серьезно да не вряд ли же вряд ли хотя заперта вот то фак что это за херня давайте погуляем за призраком что он сделает все подкинул вверх разорвало по моему так хорошо очень в общем то интересная локация что то как то я не горю желанием туда идти пока что но его нахрен так так и все получается больше что делать особо нечего свинцовый эликсир хорошо давай старая телепортнёмся пожалуй к другой лампе идите к черту ублюдки ну блин ай достаёт какая жёсткая какой у него радиус атаки я хренею просто тихо беги 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 это просто жесть какая-то всё ещё за мной идёт интересно нет надеюсь что нет вот ублюдок а так фу нафиг так пошли короче обратно в этот главный собор или как он там назывался оттуда в сноохотника а из сноохотника телепортнёмся к новой локации где мы с вами ещё не были там побродим походим посмотрим можно конечно попасть ещё в тюрьму да к этим парням с мешками вроде как я понял как их мочить легко можно да то есть ловишь на контратаке и потом в принципе дело практически в шляпе получается но что то как то хрен его знает тоже пока метро не тянет идти я думаю там локация но для более прокачанных ребят ублюдок ну ладно вроде ничего особо не отнял да и к тому же когда телепортируешься в сноохотника здоровье полностью восстанавливается поэтому в принципе не страшно фу да что то блин куда не пойди короче везде какие то трудности на нашем пути встают так да пожалуйста в сон меня отправьте сколько интересно стоит кукольная одежда если продавать её дорого недорого может её впарить можно за хорошие деньги да и жить себе спокойно потом припевающе давайте может быть даже посмотрим я не знаю нам в принципе хватит на уровень на один даже я думаю что давайте поднимем его на этот раз поднимем силу да нам хватает силы или подожди потому что мы поднимали стойкость или силу по моему стойкость мы поднимали да теперь давайте силу поднимем на следующий нужно 11 300 постараюсь запомнить чтобы лишний раз не бегать да не за что так продать так это на мне стоит и вот это нифига 7 14 7 7 это получается 1 2 3 4 5 на 7 35 тысяч от гаосков ни хрена вот это нормально мы с собой таскаем вот это неплохо ну что же я этим воспользуюсь предложением щедрым но как не попозже наверное когда будет эта нужда а пока давайте попробуем о можем секиры вкачать и пистолет что лучше секира или пистолет или вообще на пилу подкопить блин давайте под накопим на пилу еще парочку пока обойдемся так тут мы на уху не поднимали кровавых смсетов поэтому в принципе можно даже особо ничего не париться я просто тупо не находил я помню об этом так ну и погнали теперь получается в новую локацию в церковь доброй чаши там мы с вами еще не были мы только пришли по дороге там помните как раз вот это вот старого собора получается направо да да направо если выходить с него спиной да к нему стоять там вниз через лес где были какие-то страшные собаки похожие на каких-то бешеных коров и не знаю ну в общем какие-то рогатые да мерзкие и подожди это здесь сразу что-то не помню такого места what the fuck вообще или все-таки здесь ну наверное да все-таки наверное здесь просто что-то не помню такого или не тут или тут у нас какой-то очередной босс был да здесь у нас был очередной босс же это не то место fuck а это получается не с того наверное фонаря я телепортнулся у нас другого так вот и по пути там был какой-то страшный лес помните да вот эти коровы бешеные будем так их называть потому что они с рогами как у коровы и еще там были по пути очень много стрелков прям целая куча помните я там несколько раз подыхал вот там мы пришли туда я помню там открыли ворота и там сразу же была лампа вот к этой лампе я хочу телепортнуться и оттуда уже продолжить путешествие если это какие-то новые локации а в лабиринты думаю вернемся когда еще парочку уровней поднимем будем помощнее чуть-чуть пожестче так это наверное тогда получается может быть вторая ступень молильный пиолок хемвик старая же оброшенная мастерская подземная тюрьма да наверное вот это получается молильный пиолок хемвик наверное нам сюда кукла на рассмотре и мы тут кончены бегает тут блин без конца я края и что ему только от меня нужно да в общем-то ничего я заколку тебе подарил да так мимо проходил ритуальная кровь когда все растворится в крови случится перерождение ну да уже слышу безумный смех а тут мы пришли получается и вот туда вниз мы не ходили еще там я совершенно не знаю что нас ждет впереди поэтому пойдем смотреть но звуки явно какие-то нехорошие прям очень-очень нехорошие оттуда раздаются так что давайте аккуратненько как-то ступать что это за матерь божья какие-то бешеные старухи да это бешеные старухи фига ты своей секирой машешь да ты успокойся ё-моё так спокойно спокойно хорошо отъехала с удара на нее еще одно с них еще даже не падает но с них в принципе по 300 с хреном отголоска вот эту дропуете сразу так вон там еще какая-то ходит с кочергой что ли раскаленный мать твою бешеная отойдет меня реально с какой-то кочергой жесть окей что-то здесь столько всяких разных путей ёперный театр это что люди подвешены какие-то трупы охренеть так здесь естественно не подняться по этой лестнице так о можем покачать теперь вернуться покачать секиру вообще не секиру а пилу себе да так ну что туда пойдем куда-то или пока тут походим давайте сначала походим здесь мне кажется снизу там еще одна бабуля стоит так а как тебя поднять то то что там валяется о твою мать пришла пришла родная да мерзкие твари так ладненько тут она через костер наверное прыгает и отсюда забирать воспаленный глаз ну здорово наверное очень нужная в хозяйстве вещь давайте посчитаем что она дает воспаленный глаз материал использован мертволистой чаши ну понятно почему они тут тоже пытались вызвать стану судя по всему колдовали так хорошо два пути туда наверх и туда направо давайте сходим сначала направо посмотрим о блин статуя бабки с кочергой класс просто классно впрочем знаете что давайте пожалуй здесь закончим не будем растягивать серию прошлая серия у нас так получилась длинная это в принципе как раз полчасика наиграли на бегоре давайте заканчивать а в следующий раз уже поднимемся и посмотрим что у нас там наверху ожидает надеюсь что вам понравилось ставьте лайки не забывайте про комментарии и конечно же подписывайтесь на мой канал кто до сих пор этого не сделал но для вас играла комментировал да это была игра Bloodborne на Epic Type до новых встреч пока-пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok